Отлично. Ну что, мы с вами будем говорить про анализ производительности баз данных. Кто здесь любит базы данных? Окей, значит, остальные ненавидят, я так понимаю, да? Но на самом деле, в каком-то смысле это и правильно, потому что если вы любите производительность, то база данных — это то, что на самом деле часто нам создает проблемы. Очень часто, когда я встречаюсь с клиентами, у которых тормозит какое-то приложение, с ними можно встретиться и спросить у них, ну вот приложение тормозит, у них что вы думаете в проблемы? Они говорят, база данных. Говоришь, а почему база данных? Говорят, всегда это база данных. Ты ослышали, наверное, такое? Ну вот. Ну и на самом деле в этом есть определенные, вполне разумные причины. Потому что, во-первых, в отличие, например, от веб-приложений, база данных скейлит линейно достаточно тяжело. То есть если у вас есть приложение, которое написано не очень эффективно, например, на Ruby on Rails, то вы можете вместо одного сервера поставить их веб-сервер. Достаточно много и скейлится. С базами данных часто так просто не получается. База данных сами по себе, они достаточно внутри тоже сложные. И часто, особенно если мы говорим о новом поколении разработчиков, они не очень хорошо понимают базы данных, как они работают, как понять, вот этот вот запрос, который они выполняют, он вообще хороший или не очень. Что нам обычно приходится делать с точки зрения производительности с базами данных? Ну это на самом деле много разных вещей. Нам приходится часто разбираться с проблемами, когда база данных вчера работала, позавчера работала хорошо, а сегодня тормозит. Надо разобраться, почему тормозит, почему сейчас решить проблему. Второй вопрос, который достаточно важен, это то, что называется капасти плане. То есть у нас есть база данных, сейчас может все работает хорошо, но мы получили информацию от менеджмента, что у нас будет рост пользователей в два раза или в три раза. Сможет оно работать или нет? Какие нам для этого потребуются изменения? Больше ресурсов и как? Это вопрос капасти плане. Ну и следующий момент – это вопрос, конечно, эффективности и цен, и денег. В особенности сейчас многие используют клауд. Кто-нибудь клауд здесь использует? Облачные решения. Ну не так много, надо сказать, удивительно. Обычно в Штатах, например, рук значительно больше, кто использует облачные решения. И в данном случае интересно, какой момент. Что если используется клауд, то скейтить инфраструктуру достаточно тяжело. Это не то, что мы говорим, вот нам нужно подать заявку, мы пока кубим, пока поставим, через три месяца у вас сервера появятся. Поэтому и увеличение размера инстансов, и больше серверов, оно все делается это легко и непринужденно. А потом в какой-то момент босс смотрит, и ему приходят счета с большим числом нулей, у кого в какой валюте, и говорит, блин, а клауд-то оказывается штука дорогая. И в тот момент, конечно, сразу встает вопрос уже, как бы нам теперь эту инфраструктуру оптимизировать. Вопрос не в том, чтобы она работала быстрее, но в том, чтобы она работала эффективнее. Ну и последний момент, это то, что я называю change management в широком смысле. Потому что если вы занимаетесь обслуживанием базы данных, обычно происходят две интересные вещи. Во-первых, разработчики любят писать новый код, добавлять новые фишки, создавать новые таблички, писать новые запросы. И эти изменения часто бывают, создают какие-то новые проблемы в базе данных. Или уж по крайней мере, меняют паттерн запросов. И нужно понимать, как это влияет на все параметры базы данных. База данных и так далее. И второй момент, то, что часто происходят какие-то изменения, связанные, может быть, с железом, с операционной системой, с той же самой версией базы данных. То есть, если кто делал major upgrade, с MySQL одной версии до другой версии, или же в других базах данных, знает, что на самом деле, хотя вендоры всегда говорят, вот у нас есть классная новая версия, она и быстрее, и красивее, и все делает отлично. На самом деле, кто знает такую важную философскую мудрость никогда не верить маркетингу, он знает, что вещь не совсем так. Что-то будет лучше, если повезет, но что-то обязательно будет и хуже. Ну, как, значит, можно подходить к оптимизации производительности базы данных? На самом деле, есть такие две, на мой взгляд, точки зрения. С одной стороны, с точки зрения разработчика базы данных, это, грубо говоря, black box. И с точки зрения, кто занимается обслуживанием базы данных, это более-менее то, что называется white box, с чем можно посмотреть, как оно, что работает. Что же у нас такое black box на самом деле? Ну, если я девелопер, который не задумывается о базах данных, да, сильно, значит, для меня все очень просто. Я посылаю запрос базы данных, она мне на него отвечает. отвечает. А что там внутри происходит, это как бы не моя проблема. Очень часто есть такая идеология, да, там, среди девелоперов, не всех, но некоторых или многих, как повезет, которые считают, что что бы мы вот на базу данных не бросили, да, там, она должна все это переварить и нам отвечать, да, там, на запросы чуть ли не мгновенно. А если она этого не делает, значит, это значит DBA некомпетентный. Кто-нибудь сталкивался, нет, с таким образом мышления? Во, сталкивались. Вот. Ну и что интересно, да, что сейчас, когда появляются сервисы Data-based-as-a-service, да, там, вроде там, Amazon, RDS, да, там, сейчас смотрю здесь тоже, Яндекс, Mail.ru открывают такие решения, да, то получается, что и многие вопросы там с operations, базах данных, да, там, они тоже становятся более как бы black box. Как-то база данных должна нам обеспечивать надежность. Каким-то образом там, вроде бы, делаются бокапы, да, но непосредственно мы в этом не копаемся, да, там, не разбираемся, как они отработают. Что значит девелоперов у них, какие критерии, да, на самом деле есть по базам, данных, высказаны или нет. Ну, во-первых, это доступность, конечно, да, то есть если я не могу подключиться к моей базе данных, то о чем можно что-то говорить. Во-втором, девелоперы обычно интересуют, как его запросы обслуживаются, да, скорость выполнения запросов его, да, там, или для ее пользователя. Третий момент, да, который интересен, да, но не всегда хорошо понимается, потому что мы обычно полагаемся, что база данных написана так, что это всегда правда, это что результаты запросов у нас на самом деле корректны. Да, если этого критерия нет, то на самом деле оптимизировать любую базу данных очень просто. Как можно оптимизировать базу данных? Ну, взять, дропнуть нафиг все таблички, и у нас запросы будут летать все, любые, даже там 25 джойнов на 10 терабайтах. Никаких проблем. Ну, и понятно, что часто вопросы эффективности и цен, да, там они тоже могут у нас волновать разработчиков, вот опять в зависимости от того, как это все в компании устроено. С точки зрения людей, которые занимаются operations, они часто кроме этих вещей смотрят, что же там происходит внутри, да, там какая у нас нагрузка, как она меняется, растет в течение дни, недели, как у нас используются ресурсы, у нас процессор загружен, или же диски, или может быть вообще сеть. Они занимаются вопросами всяких там системных и железочных проблем, да, там которые могут вызывать, проявляться как проблемы производительности, нежели чем, ну, просто, что перестает работать, ну, и так далее. Вот. Ладно. Значит, это как бы так общий овервью, что вам было понятно, например, как я на это смотрю, к этому подхожу. Давайте теперь перейдем к собственным методам. Ну, скрытьте мне, господа, как вы думаете, в большинстве компаний какой метод оптимизации производительности наиболее популярный? Кто-нибудь знает? Что? Что? Свера сломалась, потом чинем. Ну, наверное, я это могу вот так, так называю, да, что мы просто идем в Google или Яндекс, я уж кому как повезет, да, там дальше берем первый попавшийся ответ, его вперед на продакшн, молимся, может быть, чтобы случайно данные не потерялись, да, чтобы оптимизация производительности не была дропанем табличек. Вот. Ну, это, конечно, шутка, наверное, такого плохого совета найти сложно. На самом деле, иногда вот читаешь, да, что находится, и люди делают какие-то советы, которые они, ну, не совсем понимают, да, там, какие с этим связаны, ну, какие-то могут сайд-эффекты, да. Ну, вот мой опыт в основном больше всего связан с MySQL, например, есть такая часто оптимизация, вот, ребята, давайте вы там выключите и на DB флэшлога TRX Commit, вот если эту штучку поменять с единицы на нолик, все будет классно, да, ну, если вам транзакцию потерять не жалко, оно все классно, а если жалко, то этому совету следовать не стоит. Вот. Какие у нас, значит, проблемы с этим типичным ответом, вопросом? Ну, во-первых, конечно, не так просто быть уверенным в результате. Какие-то проблемы, хорошие советы находятся сразу, на каких-то нет, каких-то могут быть решения и совершенно неправильных. Тоже достаточно тяжело тренировать людей, да, там, если мы хотим растить кадры, то сказать, иди и найди это в гугле, то это, ну, не очень хороший подход. Ну, и третий момент, что многие люди, которые сейчас занимаются особенно большими инфраструктурами, они хотят автоматизировать, да, чтобы у нас инфраструктура была то, что называется self-healing, чтобы как можно больше типичных проблем в нашей инфраструктуре, они могли диагностироваться и решаться, скажем так, программами, а не людьми. В этом случае понятно, да, там, сказать программке, иди по гугле, что здесь делать, но пока что не удается. Когда удастся, я думаю, что число людей в индустрии разработки существенно сократится. Окей. Значит, какие у нас есть методы, о которых мы будем говорить сегодня? на самом деле, я очень рад, что за последние вот несколько лет появилось определенное число методов для решения этих проблем, которые были популяризированы вот в этой, скажем так, нашей среде, да, потому что методы подхода к таким проблемам либо там в коммерческих базах данных, например, для Oracle метод method R, да, там был достаточно популярный еще, наверное, лет 10-15 назад, да, там, или же с точки зрения академические подходы, они существовали, но как-то люди, которые занимались этими проблемами на практиках, ну, это не использовали. Итак, метод номер один, это use method. Use method был разработан изначально для того, чтобы решать не проблемы баз данных, а, собственно говоря, проблемы производительных систем, серверов непосредственно. И этот метод был разработан с фокусом на то, чтобы он был прежде всего достаточно простой, чтобы мы могли, используя не так много времени, усилий, разрешить большинство проблем. Видите, идея, что мы решаем 80% проблем и только за 5% усилий. Идея здесь в чем, что мы не говорим, что любая проблема, которая у вас есть, она может быть решена с помощью этого метода, но для большинства вы найдете решение. Еще такая классная вещь, что для user method у нас есть достаточно много чек-листов для операционных систем, которым можно последовать датам и соответственно используя их для решения проблемы. Как можно этот метод высказать в одном предложении? Вот так вот. Мы для каждого ресурса хотим проверить utilization, saturation и если там ошибки. очень просто. Давайте разберем, что же это простое предложение на самом деле значит. Что значит ресурс? Ресурс прежде всего означает все физические компоненты, которые у нас есть, когда мы говорим серверов, процессоры, диски и так далее. Что значит утилизация? С точки зрения этого метода мы говорим, что у нас ресурс может быть либо он занят, он делает какую-то работу, либо он idle, соответственно он ничего не делает. Утилизация это пропорция времени, сколько этот ресурс был занят. и вот saturation это показывает, что была ли у нас еще какая-то очередь, когда не ну или размер очередь, что не только у нас ресурс был может быть занят 100%, но есть разница у нас там был один запрос в очереди или же там их было 500 штук. Ну и наконец ошибки, с ними все понятно, то есть мы можем смотреть только с точки зрения типа и количества ошибок. с точки зрения ресурсов вот ну это все ресурсы, которые у нас есть в системе сокета, CPU cores, с точки зрения памяти обычно мы меряем производительность, не производительность, объем памяти, потому что если память заканчивается, идет, сваппинг, понятно, ничего из этого хорошего не происходит. Ну и так далее. Что еще интересно, что для дисков нам обычно имеет смысл смотреть на его как ресурс двух типов. Во-первых, с точки зрения операции ввода-вывода, насколько он загружен с точки зрения ввода-вывода или какой у нас есть utilization, saturation. и второе это размер. Сколько у нас есть свободного места на диске. Потому что, во-первых, если кончается место на диске, то ничего хорошего не произойдет с базой данных. Во-вторых, если говорить про современные файловые системы, и про современные флэши, SSD-диски, то их производительность имеет обыкновение снижаться, если у нас совсем нет или совсем мало места. Если мы хотим использовать этот use method не просто для анализа сервера, а анализа производительности программного обеспечения, такого как база данных, то понятно, что все те же самые базовые ресурсы тоже имеют смысл. Наши процессоры, память, низковой вывод, но также дополнительные софтверные ресурсы надо рассматривать. Прежде всего, что в базах данных важно, это синхронизационные примитивы, mutex, redrite lock, семафоры, conditions, кто что может использовать, потому что если эти объекты у нас нагружены, у нас может быть и процессор сильно не используется, и диск не особенно, ничего хорошего не происходит. Причем на эти локи нужно смотреть как в базах данных, особенно как с точки зрения физического уровня, который используется внутри для защиты разных структур баз данных, так и логического, как role-level locks. то есть потому что если приложение role-level locks или table-lock бывают, потому что если какие-то такие блокировки были захвачены приложением, то это может привести к тому, что все остальное было заблокировано из-за этого. также есть другие ресурсы, на которые имеют смысл обратить внимание, такие, например, как descriptory файлов. Опять-таки, если descriptory файлов кончатся как в рамках процессора, так либо в рамках всей операционной системы, базе данных это не понравится. И коннекты. Коннекты здесь уже к базе данных, потому что очень часто мы сталкиваемся, что разработчики начинают ругаться, что вот у нас база данных упала, не можем подконнектиться. На самом деле проблема в том, что они просто использовали уже все коннекты к базе данных, и они получают ошибку при попытке приконнектиться. Какие у нас плюсы этого метода? Опять-таки, что у нас это хороший проверенный метод, он на самом деле имеет очень широкую область применения, и есть хорошие чек-листы. В чем его проблемы? Проблема на самом деле в том, что он требует достаточно хорошего понимания архитектуры системы. То есть если вы новый front-end JavaScript developer, то скорее всего вы этого не знаете. Что там есть какие-то core у процессора, что они отличаются от threads, а socket это вообще что-то третье. Но вот со многими поговоришь, но не знают они этих вещей. Также нам требуется доступ к ресурсам нижнего уровня, чтобы хорошо это все анализировать. Который в системах, когда у нас используется database as a service, или же в виртуализированных средах он может быть вообще недоступен, либо просто ограничен. В cloud computing еще интересны здесь аспекты. То, что инфраструктура, с которой вы работаете, она обладает двумя интересными особенностями. Во-первых, вы полностью ее не понимаете. Например, приведу как пример Amazon, потому что знаю лучше все. Вот у вас есть два сервера, вы их разместили в одной availability zone в одном регионе, вам говорят, что это должно быть все хорошо, но непосредственно как они там подключены, сколько между ними свитчей, насколько между ними основные интерконнекты нагружены из-за другого трафика, который работает. Вы не знаете. второе, понятно, что там архитектура сработает много разных клиентов, кроме вас еще кто-то есть, и несмотря на то, что из года с год изоляция между разными клиентами улучшается, она все-таки до сих пор неполная, поэтому на вашу производительность могут влиять другие люди тоже. Следующий интересный момент, и он касается понятия saturation и очередей. Кто-нибудь знает, что это такое? Фрактал. Вот. Что? На самом деле действительно это фрактал. Почему я здесь привожу его на этом слайде? Вот по причине. Когда мы говорим про утилизацию saturation, мы говорим с одной стороны очень просто. Ресурс занят или свободен. Но на самом деле здесь все очень сильно зависит от того, насколько сильно мы увеличиваем. Чем больше мы как с фракталом увеличиваем его, тем мы видим больше и больше деталей. То есть например о чем идет речь? Если мы посмотрели и сказали вот мы выполняем запрос. Если мы посмотрим в MySQL есть понятие фред ранен или нет. Мы можем сказать, что с точки зрения потока у нас или занят MySQL сервер или свободен. Все очень просто. Но с другой стороны дальше мы можем смотреть что есть куча разных вопросов. Что он может говорить, что он занят, на самом деле он ждет налоги или дисковый вывод и так далее. Следующий вопрос можно сказать ну ладно давайте считать, что он действительно занят, а не ожидает, когда он использует процессор. Ну хорошо, отлично, но что означает он использует процессор? Когда у вас есть раннабл процесс в операционной системе, он может выполняться на процессоре, а если доступных потоков нет, он может сидеть в ранг и ждать. Опять-таки следующее интересное деталь. Но даже если вы говорите, что процесс выполняется на процессоре, он тоже может на самом деле не выполняться, а сушить вафли, пока данные придут из оперативной памяти, то, что может занимать тоже добрую сотню тактов, а то и больше. И поэтому, когда мы говорим про utilization, saturation, имеет смысл понимать о ресурсах какого уровня вы говорите и использовать правильную методологию. Ну и самые интересные моменты, что особенно в клауде происходит, с диском тоже. То есть мы можем говорить, что окей, вот мы ждем на диске, на самом деле диск этот EBS, а там у нас и сеть играет, и там это распределенная инфраструктура, где куча куча разных своих очередей, состояний и так далее и тому подобное. Так, я говорил, что есть чек-листы хорошие, вот это пример такого самого чек-листа для Linux. Самое полезное здесь это вот линк, внизу, по которому можно пойти и скачать этот чек-лист полностью. Дальше хотелось рассказать о нашем тулзе, который называется Percona Monitoring Management. мы, хотя не делаем это непосредственно для какого-то из этих методов, но многие из вещей, которые я упоминал, нам хочется, чтобы через этот инструмент можно было познать и понять. Первое это CPU usage, использование процессора. Это, наверное, есть у всех абсолютно в любых инструментах, абсолютно тривиальный график. Скажу две вещи, которые люди часто путают и не очень понимают. Первое это I wait. Часто в статьях люди думают, что I wait это использование моего процессора. Это не так. I wait это на самом деле тип idle. Это idle просто, когда еще у нас есть какой-то процесс, который ждет ввода-вывода. То есть это первое очень хорошо надо понимать. Вторая еще есть такая штука, которая часто в современных клаудах случается, это стил. Это тип процессора, который стил, ее нужно смотреть и отображать. Почему? Потому что если у вас, например, Hypervisor решил, что вам нужно дать, например, только пятую часть вашей корки, у вас показывается CPU usage 20%, там system plus user, вы думаете, ой, у меня тут процессора дофига свободно. А если при этом остальные 80% это стил, то значит что? Ну, не додали или может уплатить за столько. Тут разные могут быть причины. Просто на некоторых тулзах, которые более старые, и они про этот компонент стил не знают, они могут выдавать странный результат. Следующий момент, то, что мы смотрим на saturation, то, что называется. С точки зрения saturation, я считаю, что очень полезно смотреть на run-queue состояние, сколько у нас процессов в runnable state, но при этом ее хорошо бы нормализировать на число core, особенно если у вас очень большой зоопарк, есть система, где core несколько десятков, а есть какие-нибудь маленькие сервера, где всего по парочку. Потому что это показывает, сколько у вас процессов конкурирует за один core. Следующая вещь, которую мы тоже смотрим, это максимальная утилизация core, потому что несмотря на то, что сейчас современные системы имеют много core, которые могут выполняться параллельно, не все программы написаны с расчетом на это, и очень может быть, несмотря, что у вас показывается, что CPU utilization общий маленький, у вас есть какая-то горячая корка, которая по каким-то причинам ограничивает производительность. Следующий момент, который имеет смысл смотреть, это с точки зрения процессов, как я уже говорил, имеет смысл посмотреть, сколько из них runnable, также и сколько из них blocked, там показывает наш, скажем так, очередь на диске. Вот здесь у нас что-то было, какой-то прошел кусочек iubound workload. И на самом деле, я вот это, такой подход люблю куда больше, чем линуксовый load average. Потому что load average смешивает мух и котлет, и если нам сказать load average 10, что это означает? Ну, совершенно непонятно, что это означает. Это может быть, что у нас запущено 10 процессоров, в которые просто там что-то считают на процессоре, а может быть, на самом деле у нас вообще процессор не используется, у нас просто там диск используется активно. И то, и другое возможно, с таким образом это понять значительно лучше. Память. Понятно, что, как уже мы говорили, память нужно смотреть, чтобы она не кончилась. Особенно то, что касается баз данных, базы данных не должны свапаться. То есть, если у вас база данных активно свапается, значит нужно скорее всего изменить снятие кэш. Но второй момент, который имеет смысл смотреть, это виртуальная память. Виртуальная память здесь мы определяем как физическая память плюс свап, который у нас есть. С одной стороны, да, я говорю, что база данных не должна свапаться, но с другой стороны, хорошо, если свап у вас все-таки есть. Почему? Потому что если вы сделали какую-то ошибку или пришел запрос от пояса, который требует больше памяти, чем вы ожидали, и требуется памяти больше, доступно, то скорее всего проснется такой злобный дядька OOM-киллер, базу данных убьет, после этого она будет медленно и грустно делать краши-коверы. Обычно значительно лучше, если вы просто видите, у нас пошел сваппинг, у нас в худшем случае пришли, убили запрос вместо того, чтобы делать краш-ре-коверы. С точки зрения свапа прежде всего имеет смысл смотреть не утилизацию свапа, а какой у нас происходит к свапу или вывод. Потому что в принципе в любой системе обычно есть кусочки памяти, которые не нужны, не используются на самом деле. И ядро это виднее. Он их может выкинуть свап, они там будут лежать, и вам будет больше доступна оперативной памяти. Вот здесь, например, пример. Видно, что происходит иногда в одной страничке. там здесь это совершенно нормальный случай. Если у вас происходит мегабайт плюс, качается туда-сюда в секунду, то это обычно плохо. С точки зрения диска теперь. Понятно, что у диска есть много метрик. Мы часто можем смотреть диск IO-латency. Я рассказывал на моей предыдущей презентации сегодня, почему имеет смысл смотреть распределение по диске IO-латency. Еще одну метрику, которую мы часто смотрим, которая касается диска IO-saturation, это нагрузка, которая, грубо говоря, показывает, сколько у нас есть засубмиченных IO-реквестов на этот диск. Вот здесь мы видим, что что-то произошло, и здесь у нас негативный скейлинг, то есть чем ниже, тем больше на самом деле запросов. Мы видим, что здесь у нас взлетело как число запросов на чтение зелененьких, так число на запись показано желтеньких. в итоге существенно увеличилась нагрузка на диск, что много запросов одновременно. Дальше, то, что касается диска IO-latency, на самом деле это может повлиять на нее, может повлиять и не сильно в зависимости от дисковой подсистемы, которую вы используете, сколько она запросов может выполнять параллельно и так далее. С точки зрения IO-latency я предпочитаю делать две вещи. Во-первых, смотреть на reads and writes отдельно, и во-вторых, сравнивать их с теми как бы с long-term averages, потому что что нормально для вашей дисковой подсистемы, это сложно сказать, сложно сказать, что наша система обычно должна делать столько миллисекунд или как-то, очень зависит от диска. С точки зрения сети там все достаточно понятно. Следующий момент интересный это ошибки. Если мы говорим сетевыми ошибками они очень интересны вот чем. Если у нас ошибки другого типа, например, у нас диск не прочитался, то обычно у нас при этом возникает ошибка, база данных говорит все, капут, данные читать не могу или писать не могу. С сетевыми ошибками они обычно влияют прежде всего на производительность. То есть они не приводят к падению системы. но при этом они как раз могут игнорироваться дольше. С точки зрения сети имеет смысл смотреть на локальные сетевые ошибки, которые вы можете посмотреть на своем интерфейсе. И по большому счету хотелось бы, чтобы они были нулей, чтобы у вас не было пакетов, которые пришли с неправильными чек-сомами, или же переполнились очереди у вас, дропнулись пакетики. То есть если вы видите что-то вот такое со всеми нулями, это хорошо. Более глобальное, скажем так, и в данном случае глобальное для сервера базовых данных, скорее всего это внутри вашего дата-центра между сервером базовыми данных и клиентами. То есть в этом случае хотелось бы видеть, что таких TCP и ретрансмит их было мало или не было вообще. Почему? Потому что протокол TCP и устроен так, что любой ретрансмит это означает, что была вставлена достаточно существенная в данном масштабе времени задержка, которой хотелось бы, чтобы не было. MySQL с точки зрения MySQL имеет смысл хорошо смотреть на несколько параметров. Одно из них это число запросов, которые обрабатывает система. Здесь вот что интересно, что число запросов, оно может быть, когда у нас система показывает плохую производительность, как взлетать, так на самом деле и падать. Почему? Например, если вы используете какую-нибудь систему кэширования, она у нас вдруг почему-то стала работать неправильно, случайно кэши зафлашились, у нас число запросов может взлететь резко, и база данных работает усердно, усиленно, обработывает, может быть, их больше, чем обычно должна, но все равно тормозит, просто потому, что вы ее просите делать в 10 раз больше, чем обычно. Это один вариант. Другой вариант, когда у нас, например, съехал план у запроса, из-за этого у нас получается, что число запросов, которые она переваривает, падает, а при этом загрузка базы данных взлетает наверх. Вот это два таких случая, которые очень хорошо понимать, потому что в них копать нужно в совершенно разных направлениях. В следующий момент, кроме запросов, я люблю смотреть на статистику на уровне rows, потому что это показывает реально работу, которую делает база данных. Может, это, конечно, тупая работа, если она выполняет какой-нибудь неправильный план, но это показывает нам какие-то часто другие параметры. То есть, если у нас база данных обычно переваривает миллион за строк в секунду, вдруг у нас все это упало, вопрос почему в этом плане. Следующая интересная очень тоже метрика, которая имеет смысл поговорить, это вот как раз смотреть на то, что называется saturation на уровне MySQL, сколько у нас threads, которые сейчас выполняются на текущий момент. И, конечно, лучше всего, если у вас особенно workload CPU bound в основном, их число не должно быть сильно больше, чем ваших CPU cores, которые доступны. Что тоже здесь интересно, что очень часто проблемы с производительностью связаны с тем, что у нас число активных фрайдов на уровне MySQL подскакивает. По крайней мере, на какой-то небольшой период времени. Именно поэтому я предпочитаю смотреть, здесь два графика. Желтая это сколько среднее, за каждую минуту, а красненькая это какой был максимум в это время. Потому что часто мы смотрим, что у нас начинаются локальные пики, что у нас красненькие точки вскакивают. А потом это переходит в тотальную перегрузку системы, когда у нас и average тоже резко подскакивает. Следующий проведемся по паре методов более быстро. Red method, который рассчитан прежде всего на микросервисы архитектуры, когда мы говорим, что мы с нашими серверами работаем как со скотом, а не как с домашними животными. И в этом случае у нас ресурсы и сервисы связаны весьма динамично и часто использовать use method получается достаточно тяжело. В Red методе мы говорим вот так, что для каждого сервиса мы хотим проверить rate запросов, сколько у нас есть ошибок и распределение времени отклика. Что интересно, что вот эти параметры они очень сильно соответствуют как раз таки тому, что интересно разработчикам, как я говорил в начале презентации. Когда мы смотрим на Red метод для баз данных, то мы можем смотреть как на сервис уровень, так и на уровне индивидуальных на уровне посредственно датабэс серверов. Также он может быть применен к разным типам запросов или каким-то ресурсам. Например, что у нас происходит с этой базой данных, в которой у нас живет определенный клиент. Понятно, что как я уже говорил, одна из преимуществ этого метода, что он очень хорошо соответствует тому, что интересен разработчикам, и он не требует такого понятия архитектуры глубокого, как use method. Проблема, конечно, в том, что у нас нет еще большого набора инструментов и чек-лист для поддержки этого метода. И на самом деле он больше у нас фокусирован на ответ, что уже у нас не работает, нежели чем почему. В нашей Tools наиболее, наверное, что его хорошо поддерживает, это наша система анализа запросов, где мы можем посмотреть, здесь можно увидеть, сколько у нас число запросов, это нам показывает как раз то, что мы можем начинать rate, с точки зрения latency, мы можем посмотреть как latency, так и распределение latency, то есть такое дело. Ну и еще есть такая функция в Percon сервере, и сейчас в новом MySQL 8 мы можем построить гистограмму времени отклика запросов, которая позволяет нам делать много разных визуализаций, например, если мы говорим, окей, наши юзеры очень не любят запросы, которые больше, 10 секунд, мы можем посмотреть на графике, сколько у нас происходят outliers, которые слишком медленные. 4 signals. Кто им здесь читал такую книжечку, называется SRE book Google. Ну вот, хорошая книжечка, да, и как раз 4 golden signals, они взяты из monitoring distributed system секции этой книжечки. Что же это за 4 golden signals? Latency, traffic, error и saturation. Вот это вот 4 критерия. Как их можно применять к базам данных? Latency, понятно, что здесь часто имеет смысл смотреть на response time distribution опять-таки by digest, потому что разные типы запросов, они имеют очень часто совершенно разное распределение и допустимое времени отклика. Traffic мы можем мерить как число запросов, опять-таки входящих разных вот этих вот типов запросов. Errors, ошибки, ну понятно, что как это разные myscore error code коррефицируется как ошибки, неправильный ответ на запрос тоже ошибки, но обычно это то, что очень тяжело поймать. Ну и saturation в данном случае будет смотреться как использование физических ресурсов, но еще тоже таких как connection и так далее. Ну плюсы какие здесь у нас? Что плюсы этой методологии в том, что она хорошо была протестирована гуглом и сейчас уже многим другим и также хорошая есть книжечка по ней существует. С точки зрения теперь у нас проблем с этим методом определен, что прежде всего это фреймворк для мониторинга там нет ниже чем для анализа из-за чего у нас происходят проблемы и пока что у нас нету таких чек-листов как для юз метода развитых. Какие у нас соответственно в заключении презентации? Что как я уже сказал за последние годы мы видим, что очень хорошая идет инновация у нас в развиваются методы анализа базы данных и что еще интересно, что они все может немножко по-разному смотрят примерно на одни и те же вещи, что очень классно. Еще такая есть у меня маленький анонсик, если хотите искать. Наверное, кто знает Percone, слышали, что мы занимаемся MySQL, кто даже слышал, что мы занимаемся поддержкой, консалтингом и так далее для MongoDB. Но как я уже с многим поговорил на этой конференции, многие не знают, что мы теперь занимаемся еще и Postgres. Так что теперь Percone вам готова помочь со всеми наиболее популярными открытыми базами данных. И на этом я готов ответить на ваши вопросы. Здравствуйте, спасибо. вопрос такой. Вы разрабатываете сервис для мониторинга баз данных. Да, Решение для мониторинга. И известно, что мониторинг, точнее, наблюдатель влияет на состояние наблюдаемого объекта. Да, да, конечно. Как вы минимизируете влияние вашего мониторинга на базу, чтобы уменьшить. Ну, вопрос хороший. То есть, с нашей стороны, когда мы смотрим, какие данные собирать, с какой частотой, мы все это смотрим в контексте производительности. Мы делаем много тестов, добавляем какие-то даже евристики туда, чтобы его минимизировать. Например, в MySQL известна такая проблема, что собирать данные о таблицах из Information Scheme, это может быть долго и дает большой импакт на производительность. Если таблиц много, у нас система автоматически отключает эту сборку, если смотришь таблиц много, потому что как у врачей, в мониторинг системе должно быть первое правило не навреди. То есть мы эту проблему понимаем и активно занимаемся. Добрый день, Геннадий, Московская биржа. В трех методологиях, которые ты упомянул, только первая подходит для глубокого анализа, а две вторые, то бишь прости, вечер буквы забываются, две вторые сосредоточены по сути на мониторинге. При том первая она фокусируется вокруг ресурсов в сторону низкого уровня, ближе к железу, к ресурсам ОС и так далее. Суть вопроса такая, а можешь посоветовать, может быть, какой-то общий подход или мысли просто вслух, чем лучше анализировать ровную ситуацию, когда у нас виртуальная инфраструктура и мы не можем добраться до чего-то глубоко и не можем оценить все остальные события, все остальные приложения, которые влияют на нашу производительность, но при этом мы юз по сути использовать не можем, у нас нет доступа вниз. на самом деле интересный момент здесь, но первое, что следует сказать, если мы говорим, когда у нас нет доступа, чаще это всего касается клауд инфраструктуры, и в этом случае часто имеет смысл просто выкинуть инстанс, который себя ведет плохо и сделать себе другой. На самом деле, я помню, Netflix рассказывал, что у них есть, что они берут инстанс Amazon, дальше они ее внутренне сертифицируют, прогоняют какие-то бенчмаки, потому что они бывают хорошие, бывают плохие, и даже они в Netflix не поняли, собственно говоря, почему и как. Но проверили, если нравится, берем, не нравится, отдали обратно. С точки зрения баз данных, конечно, много еще вещей сфокусировано непосредственно на баз данных, о чем мы не говорили. Понятно, что у нас есть много методик, которые непосредственно связаны с запросами. Как нам оптимизировать запросы, создать правильные индексы и так далее, и тому подобное. И очень часто как раз-таки решения проблем в базах данных могут быть связаны с этим. Здравствуйте. У меня такой вопрос по первой методике. Как вы думаете, не нужно ли добавить еще такой график, в нашей системе мы его используем, как число селектов или число инсертов в секунду. Есть такие параметры cominsert, comselect. Мы их собираем и в Zabbix рисуем. Бывали такие ситуации, когда все графики ровные, а вот этот график внезапно в 3-4 раза пик. На самом деле это хороший очень вопрос. На самом деле конечно вот эти insert, select это insert, update это важные метрики, которые характеризуют загрузку на базах данных. То есть данный метод он общий, он не говорит это данный о непосредственно этих метриках. Еще здесь есть важный вопрос, что имеет смысл если у вас работает, если эти вещи коррелируют с вашими проблемами, отлично, рисуйте и смотрите. Я видел, люди рисуют вообще какие-то совершенно странные вещи, чуть ли не фазы луны, но если оно у них коррелирует с проблемами, так отлично. Спасибо. 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 Продолжение следует...